Слышат, Слово Север, они будут облазнивать. А они же сказали, он же сказал им, Христос, в ответ, всякое растение, которое не отец, но и на садежке, старинистам, а сафии, они святые рождества бывают. Бог пошел на землю, в лице Иисуса Христа, Сын Божий, он говорит о святошем. Люди, которые ходят в храм и думают, что они крепко веруют, Слово Божие вообще в Бухе не берут. Ни одной библии в стране не было до жизни. Вообще, даже у священников, у патриарховой библии не было. И вот они подыскались от Христа. Видимо, хамили хмурые, между собой обсуждали, и люди подошли к Христу и говорят, а хрисеи, вот это наши учителя, они все святые, а они согласились. То есть, ты говорил, а человек растолкнул, говорят. Ну и что, что растолкнул? Это его место там будет. Не надо этого бояться, что человек растолкнул, что он там ломился, и сразу ответил, растение сожжается снять, а оно оказалось бурным. Мы все являемся в какие-то растения. Вот почему, если человек разумный, для него вся природа является проповедью. Нельзя проповедовать славу Божию. О делах рук его вещает свет. О делах Божьих, чтобы Бог величеств, сотворил прекрасные земные растения, деревья, и животные. А мы должны понимать, что что всюду нельзя пробовать о полисеях. Вот, а надо просто научиться мыслить так. Никакая грамота не поможет полисеям. Да и полисеи-то не все одинаковые были. А был такой еще один. Я из полисея с полисея. У меня отец полисея был. Потому что полисея вроде лекомер. Полисея это ученый человек, знадок писания. Полисея, да, не самому великому фортуру. Он о себе говорит. Ну, однако, не понимал, что мы, что мы видим, все эти люди, хоро, Иисус из Назовета, ловочистника, ворожитель закона, проставляет. И он их давит и гонит, на крест поднимает. И вдруг встречается с обыкновенным евреем, свет осчитал его прав. Что ты гонишь меня? Я тебя в глазах, и в сутки. Ты тут такого гонишь? Оказывается, он все время распинал Иисуса. Он все время гнал его. Мы это видим, и нет. Когда преследуем, говорит, преследуем, преследуем, конечно, речь идет о верующих христианах. И вот, полисея, полисея, ученющий человек, не понимал этого. Его надо было остановить. А другое растение выросло на грязку филизминга. Вот что он переделал в доброе растение? Снизу из 515, глава 11 сискиш. Диди, 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 Семенов, Семенов, и его. какого достояния твоего и насади там молитва такая Господи, садя он меня слышащим насади меня на горе достояния твоего, нам молитвы так не хватает настоящей, а вот оно святейший феррубил, сейчас вчера святейший феррубил, ну святейший феррубил мы его узнали еще недоказуемые слова ну не приоримно только а почему мы молитвы о том, о чем молитвы апостолы почему все зло в завете молитвы вообще ушли из детства я заберу вопросы нахожу ответ, потому что кто составлял не рожденный, был слышен на обрядности все, укопили что в материи Давид 74-16 говорит так охрани то, что насадила детьми-то твоя а это уже молитва а все еврейства, ну хорошо кто насадил а это стоит право то, что насадил Бог рожденный от слова а если у меня слова семени не было, это выдуманное, это сорняк сорняк, красиво одеты, это сорняк защищается, сорняк умирает и ведет преисподнюю и рожденный от слова Божия в слове 93-9 насадивший ухо не услышит ли? Бог насадил ухо а что слово насадает? а потом его открывает, чтобы ты мог слышать и слушая не просто слова понимая, что это апеллист, архитектор, арта автора это все Бог сказал мы получили цитат Бога когда я цитирую, это Бог сказал сказал Бог, конечно ну, в середине Бог святой пророк Исаия 5-2 и он этот виноградник насажденный обнес ограды очистил его от камней и насадил в нем отборную виноградную лозу а вот такая виноградная лоза это душа а такое лие отборное от дикой очень сильно отличается вкусные плоды и вкусные плоды рождаются чудесным образом вот есть лезвие какой-то святой фокол он ничего не издал ну церковь не знала святыми, я называю и он называет святоградный, виноградник а почему что? а потом он был хороший? нет скупательский человек виноградник обраматит хорошо, никому не дает ветки все это изжигает и он берет обожженные ветки которые не позволяли выбрать а для сырых плохо говорят и у тебя посадил кто раньше всех созревал виноград крупнее всех, а слаще всех гадыни всех голубежа вот что Бог может делать когда я показывал, что не может у нас один из них Бог по вокзалам ходил и даже этот человек вот был у меня в лагере он поболел но он сейчас ходит здесь звать ему Олег, храб Божий Господь его нашел какого добра в столичках полного в разном вокзале вот да в трассах и везде Бог силен из этих обгорелых золовешек а я сам такой был не страшно подумать и брат мне говорит а если бы ты не обратился в Бог мы за тобой шли я сказал я ему холодил я бы террористическую группу создал обязательно я бы террорист и вот самая негодная как самая останавливает и показывает на хрест дивный наш Спаситель пророк Иеремия 11.17 говорит Господь Твою который насадил тебя и берет на тебя злое потому что когда не приносишь и Бог сказал и по чужую и по милой и печать на их судьблю и миление Твоё будет распоряжаться чужой и ты подержишь в плен и право говорит Господь Твою сказал доброе салава раньше а мы не нарушили мы решили пользоваться плодами виноградника а сами не переносились в плода каждый раз ставить вопрос надо а я играю и все ну твой вопрос ну тогда я сейчас школьку ношу какое добро делаю щедроя рука моя надо сдачить то что Бог мне дал все я отдаю я говорю десятьюну не отдаю больше ничего нету я слышу это ужасно вы даже не понимаете здесь человек который мне отдаёт десятину спельчика он не просто вор он спать тебе это не принадлежит изначально Бог не благоёст как вот я говорю что маленький нас ищи помидор чтобы она приучила сдать это Бог нас включает через это и люди не дрогнут не понимают это это у тебя прохождение иеремия 12.2 и рассеют их в устах их и близок но далёк от сердца их просто не помилуйся часто повторяются а надея далеко далеко а Боги совсем даже нет размышления разве Бог поделивал прав чтобы сектации ничего не делать но эти сектации ничего не делают правду какие то вы увещеваем которые не знают не сообщают что вы устыдите из Павел хотя с врага и вы не считаете иеремия 44 что насадил то я искренил что их Господь если не приносит плода пусть поколится не сносит куда убери её и Бог прощает милость свою знам о плодах надо прямо молиться новый день день который никогда во вселенной не было какие плоды я принесу а угодно ли они придут ангел хранить ну что научи смягчи да я научился приобретать у меня всё есть о нюхою о щедрости доброты без колюстия может быть нет помоги Господи так первое корейство пришествие а он говорит я нахожу а через поповедь а кого поливал он после меня пришёл и вас поддерживал наставлял разъяснял вот всё разрастил Бог молитва Господи пошли с нам насаждающих людей которые поддержали бы нас и что мы возросла дивная лоза Господи смотрелось что благодать избавляющая всегда была с нами благодать обращающая покрывала нас так и на форуме Матери и благодать освящающая через каинство святее доводила нас в совершенство храмы вот количество оно просто необходимо сегодня у нас всё взяли макостинело я говорю линцовники и теории подвижных которые реагируют на все события в мире меняют у них розарий молитвенник называется действительно розарий из отъездах ещё раз посмотрел сколько новых молитвов они пересматривают соборы отменяют они провели джек анонизировали обратно из числа стежей выбили Николыча и джорни повернутся стали спирать нашли что где все оказалось выдуманное и выдуманное они не поверили а у нас одно слово подошло что Сергей радости поступил беззаконно его надо было отмечать от церкви сразу он был все монаха поставил на ногу в церковном постановлении говорят если среди на наше полянулся зоню крови он что ради не знал это или что это все может я ничего не сказал но и если уже до всех святых теперь наоборот будете мне бы не нарушить нет воюют благословляют все это надо посмотреть вот эти мои жизни будут среди ветра восьмая глава восьмая в сервисе земли сел на земле многие семена искали там многие растения но не все постельное сохранится и не все спасутся как просто а вообще все не все спасутся а растетая и там ах и огонь как ты этого боишься да не будет этого как надо смиряться у меня достигла Слово Божие через страх я с детства боялся а если я согрешу в этом состоянии я погибну навсегда ничего ничего понять не завернуть никак нельзя вот этот страх поселить их в детях в сервисе 428 с испытания не служат существом гордого потому что двое растения уклянилось в нем оказывается внутри нас какое-то растение а что непосторство наиболее эгоизм чтобы по-моему было а это двое растение а храни сколько болезней кто убил тебя нас болит то глаз то ухо то нога что там расставит шпоры какие-то стоять не могут в храме ходил он там в площадку ходил он сто чистой а ходить-то можешь ты найдешь что через этот диагноз почему-то подвигаешь и так-то вы не стояло без этих шпоров салон 143-12 да будут сыновья наши как разросшие что растение в их молодости вот молитва такая и чаще ее надо употреблять господи ну не обнуйся да будет она как варзави наградная аминь а что я молитву повторяй каждый раз я уже не только я обгорела но я обгорела я слышала дала сладкие плоды а делай чтобы я дала и то что я говорю превратив молитву сиди стой и молись песни 5-13 счете его греби благовонных растений писание 29-15 роса твоя это роса растений где все хорошо где наставляют ищите туда отправляйте туда я уговариваю вас детей отдать в православный лагерь бегают как беспризорно а вот слышать Слово Божие не может даже не заботиться все время будете искать 6-34-13 и разнорастут взрослые ее колючим растениям красивые и лечеются и все это на жилищем шакалу главное растение это не каких-то нефтифорит который у нас красиво лечеется все понятное для нас почему потому что Бога не славили и в этих ханах будут жить шакалы то есть вместо последних таких когда нас деревья будет уже не православное все сбудется если мы не будем каждый день освещать все на страницах Библии в Викинии 16-7 умножи тебя как полевые растения сразу в молитву превращай Господи что делаешь чтобы через меня плот звучало чтобы новые люди нашли тебя и умножились как растения скажи многим лицам свидетельствам я не говорю чтобы обращались это не одна но Господь иногда делает чудо и думает кто-то приближается к Богу кому ты слышишь что у тебя нет той возможности что у меня было я по телевидению по радио это миллионная аудитория на весьмутайский край а многими обратилась мне души сколько это пришло миллион слышал а человек что он спрашивает я в долгую философилу мы людей не верим но надо трудиться и 31-8 слушает если я не прав то я сею а другой ешь и пусть образы мои временны будут это тоже как молитва если я не прав это на детях отражается но не боялся еще сказать это в салон 100-й в стране муха буду искоренять все делающие законы следовище смотрел как на растениях какие правы и быть словом точно так же будете 32-22 беззаконные все законы вероломные искоренятся если это растения будут выкиплены да не будет со мной постоянно постоять Диана 1-10 Иеремия господь говорит я поставил тебя искоренять на первом месте обличение а потом уже наслаждать все эти езды еще через 28 божию точнее на злок а еще не пришло время укоренения ему вот священно почему так мало людей обращается злок не имеют ли себя укоролом ветра и аренятся а дети за незаконным сожитием они на время укоренятся да пока а ведь ниже люди рожденные незаконного скажите так то так это еще не покаяние а в действительности вот так написано и херахат 48 24 господь дает нам великую надежду что не искоренит всеми возлюбивших его и когда Господь сказал эти слова что всякое растение которое не отец свой насадил оно искоренится искоренится я думаю так проигрываю эту ситуацию те люди которые ко Христу подошли они и я думаю что эти люди вполне могли пойти к ним и сказать мы сказали что не понравилось что Христос навышает Богу что всякое растение которое не отец его насадил оно искоренится я думаю что продолжение разговора должно быть это не все кто-то для кого-то хозяйствует Евангелие так говорит может нам тоже Господь говорит мы не только население это не нужно а мы эти слова как раз и скажем не искоренит усилий тех кто возлюбил его кто любит и поклоняется ему Аминь